здравствуйте дорогой зритель мы давно не выходили в таком формате откровенного разговора но вот сегодня есть у нас в гостях очень интересный собеседник и человек попробуем ему задать довольно откровенные вопросы согласится он на них отвечать или нет увидим здравствуйте слава здравствуйте приветствую вашу аудиторию мы сегодня находимся в кмп сидр фол где проходит мероприятие поворот и мы нашли некоторое время для того чтобы вернее вячеслав нашел некоторое время для того чтобы ответить нам на наши вопросы вячеслав ту работу которую ты сейчас делаешь это для тебя служение или работа если говорить о причинах того почему этим занимаюсь то причина заключается в том что я решил посвятить свою жизнь богу на служение я вижу в этом смысл и суть моей жизни чтобы расширять царствие божье если говорить о том что за счет чего я живу то это то за счет чего и живую семью содержу то есть поэтому она имеет эти две составляющие но причина дается служение как давно ты принял решение вот такое посвятить себя на служение это тоже вопрос который может быть такого прямого ответа не имеет потому что мой отец служитель я вырос в семье пастора и я наверное так дух святой действовал на мое сердце что я с детства я не видел себя в будущем никем другим как только пастором евангелистом миссионером хотя моей жизни были потом разные обстоятельства моих моего прихода к господу сознательного через определенную борьбу и переживания и поиск поэтому наверное если говорить в целом то это то что господь заложил в сердце я не помню когда я не думал быть пожарником или космонавтом или еще чего-то такого у меня не было почему вот не было да я я с детства собирал чтобы мне книги такие были как у отца чтобы у меня дипломат был такой как у отца тогда с дипломатами ходили и и я этим себя видел но сам уже само призвание к служению это произошло естественно позже и начал я свой путь служения когда мне было 20 хотя снова таки это сложно потому что к тому времени я уже проводил ивановские программы к тому времени уже проводил курсы по подготовке к крещению первая моя проповедь была в 10 лет на тему 2300 вечеров и утр в 10 лет на тему 2300 вечеров и утрена водная тема до аудитории какая была сельская община который вырос это это интересный опыт на самом деле я благодарю господа за эти возможности потому что может быть и себя был большой общине у меня бы не было таких возможностей это были благоприятные возможности можно сказать что вот то что ты рассказал о своем решении о том что ты видел отца что это как бы комплимент от твоему папе о конечно да я могу сказать что это мой отец это помазанный духом святым служитель которым я видел мудрость видел действие духа святого его жизни естественно я хотел чтобы моей жизни я тоже мог переживать эти действия божьего позже божьей силы то к чему ты пришел сейчас можно ли сказать что вот в то даже в том детском возрасте это было божье вмешательство в твою жизнь да однозначно однозначно потому что я вспоминаю себя я сейчас вижу эти это мировоззрение которое у меня было тогда кем я видел себя и какими видел мир какими видел а свою жизнь это была отчетливая картина благовестия это была отчетливая картина служение миссии расширение царствие божье почему она как она в голове ребенка появилась однозначно что это действие господне и наверное это полностью коррелируется с библейской моделью того что господь является инициатором господь является инициатором всего в нашей жизни и нашего спасения нашего призвания я благодарен господу за эту честь но так как ты сказал что ты вырос семья служителя и в церкви где всегда присутствует музыка ты музыкальный человек да я учился и преподавал потом кларнет саксофон это мои инструменты дура есть какое-то предпочтение в музыке все зависит от обстоятельств и среды то бишь и настроение классику можешь слушать я с удовольствием слушаю классику очень люблю классику а легкую музыку окей я вам скажу что я не люблю давайте это хорошо да я я не люблю музыку с каким-то таким пропагандой какие-то сентиментальных любовных отношений которые такие сиюминутные и исчезающие я не могу вот это мне эта музыка я не могу не слушать и не присутствовать даже где она звучит или когда пропагандируются какие-то другие вещи которые сегодня к сожалению присутствует в современной музыке но когда речь идет например о том что я слушаю что-то для себя я в основном слушаю более спокойную музыку что-то в стиле классики или может быть инструментальной или может быть христианской музыки с детьми я слушаю то что они слушают с друзьями я слушаю то что они слушают но стараюсь иметь то влияние которое я считаю что я должен иметь для того чтобы формировать правильное видение правильный вкус музыки у детей и у друзей вячеслав вот круг твоих обязанностей довольно широк ты сгораешь на работе это очень сложный вопрос все на самом деле зависит от того какой подход к служению и к сожалению своей человеческой природе происходит так что иногда ты все больше и больше опираешься где-то на свои силы и вот тогда происходит начинает происходить сгорание но если вовремя остановиться на коленях и снова переосмыслить не что делать а зачем то тогда ты понимаешь что то чем ты занимаешься то чем я занимаюсь это не мое дело я всего лишь приобщился к миссии бога и тогда этот мир небесный наполняет сердце и бог дает силы энергии видение и собственно помогает не тратить энергию и время и силы на то что не нужно делать в твоем окружении которые с которыми ты сталкиваешься с людьми может быть чаще как сотрудниками есть люди которых которых ты посчитал чтобы их лучше бы там не было в этом окружении один человек сказал спасибо господи что есть такие люди от которых я узнаю как я живу как у меня дела как у меня личные или деловые отношения господи береги их ибо я не буду знать кто я с кем я где я на самом деле те кто работают со мной многие годы они знают мой принцип я считаю что уровень лидерства определяется тем с какой палитрой людей ты способен работать есть очень сложные люди у меня были этапы в жизни когда было очень сложно но и эти этапы были очень полезны для меня поэтому я не могу сказать что есть такие люди которых я хотел бы чтобы они перестали быть моем окружении или чтобы их не было потому что я исповедую принцип того что эти люди даны богом для того чтобы увидеть мне что-то в себе для того чтобы менять что-то для того чтобы полировать или отшлифовывать отшлифовывать какие-то грани характера и мне очень нравится в этой в этом контексте давид который когда уходил из иерусалима потому что туда пришел его сын захватил иерусалим весолом и вот он уходит оттуда уходит неком пренебрежение унижение будучи избранными помазанным царем господним и вот тут человек который был из рода соулового начинает кидать камни в него по дороге говорить плохие всякие слова на него обзывать его и некоторые из окружения давида говорят давид ну давай мы решим этот вопрос этого человека не будет да просто давид говорит нет если господь дал ему это говорить то кто я чтобы запрещать тогда в тему коль ты коснулся вот этого случая твоей жизни были люди такие как ахитофил да такие люди бывают встречаются может быть не такого калибра и не такого калибра или такого масштаба проблема однозначно но тоже нужно понимать природа людей она всегда остается природа людей мы не можем относиться к людям как к объектам в какой-то мере каждый из нас имеет что-то в этом смысле потому что в какой-то момент команду объединяет общие цели и видения и мыслей и и и и намерения нужно признавать что люди не могут и не должны отказаться от своих каких-то мечтаний или каких-то целей своих каких-то может быть даже амбиции в каком-то хорошем смысле и где-то что-то вынашивают где-то да в голове и наступает момент когда это проявляется соломон недаром сказал не нужно послушивать что говорит раб твой или твои рыбы команду нужно созидать ее нужно любить нужно в нее вкладывать но никогда не нужно обращаться что это становится машинами которые просто обеспечивают успех общему делу нет это люди которые проходят к этой траектории жизни через общие общие какие-то наши процессы служение жизни но потом их траектория может пойти в другую сторону и тоже нужно наверное понимать что это естественный процесс потому что это люди однажды один человек сказал если тебе где-то не рады в рваных носках то целых туда идти не стоит ты можешь сказать что ты с этим согласен сейчас когда я переехал в эту страну полтора года назад и начал здесь свое служение я могу сказать о том что это и да и нет потому что все зависит от культурного контекста и от культурных культурного мировоззрения людей потому что если в какой-то культуре условно говоря рваные твои носки так и будет окей да мы тебя и таким принимаем и любим и будем работать с тобой будем воспринимать тебя нормально то другой культуре эти рваные носки являются каким-то активным сигналом не учитывать это а просто говорить любите меня таким как я есть тоже не совсем правильно она она совершенно даже неправильно с точки зрения миссиологического контекста павел поэтому и говорил что я с иудеями иудей с еленом я елен я не хожу в одинаково рваных носках ко всем представим себе другую ситуацию что твоя супруга с подругами где-то собрались ну извини за такое выражение на посиделки ну как подруги бывают собираются и вот каждый из них отправили текст месседж своим мужьям вот примерно что получилось у одних они все написали я люблю тебя дорогой полученные ответы первый горит кто это мать ты больна другой третий и я четвертый что с машиной пятый не понял шестой нет и еще раз нет седьмой просто молчаливый знак вопроса восьмой просто скажи сколько девятый я сплю десятый ну и кому это сообщение 11 я просил тебе больше не пить 12 чтобы ты хотела ответ нет какой-то один из этих ответов ты попадаешь ну на самом деле я очень благодарен богу за очень благочестивую и очень мудрую благословенную супругу которая мне дал у меня очень часто такие сообщения приходят поэтому мне не нужно долго думать мой ответ однозначно я тебя тоже очень люблю еще раз говорю таких сообщений у нас очень часто когда мы буквально не видимся несколько часов мне конечно больно что есть и другие виды ответов которые вы почитали и наверное они таки существуют жизни однозначно но мне кажется что это уже большой вопрос в отношении того семья лета ну да у кого тебе легко попросить прощения у папы с мамой у супруги у детей своих или у подчиненных невозможно совершать лидерское служение не совершая ошибок и не будучи готовым просить прощения цене и это мне приходится делать очень часто у всех перечисленных категории людей которые вы перечислили и реально на прошлой неделе сотрудниками то ли сам для меня принцип который я пытаюсь воспитывать и в своих детях и в людей людях с которыми я сотрудничаю заключается в том что проблема это или не совершить ошибку или сделать ошибку это совершенно не проблема проблема в том что пытаться ее всячески оправдать и чтобы и потом потом просто и продолжать потому что ты есть ее правда что просто продолжает жить дальше как ты жил поэтому я не вижу проблем в том когда люди ошибаются я вижу проблему в том когда они очень долго тратят и много энергии чтобы себя оправдать я в таком случае говорю друзья пожалуйста не тратьте на эту энергию в этом нет никакого смысла все хорошо мы идем вперед и знаете я вам скажу что на самом деле просить прощения искренне честно и осмысленно не просто по-человечески но в то же самое время если каждое твое действие и каждый твой разговор это то что сопровождается молитвой и ты просишь присутствие духа святого в твоей жизни это происходит естественно один известный человек сказал следующее если у тебя получилось обмануть человека это не значит что он глупый это значит что тебе доверяли больше чем ты этого заслуживаешь ты согласен с этим да это правда потому что на самом деле происходит заблуждение людей не очень мудрых хороших людей но нам очень нужно ценить это доверие и это большой большой дар доверия который тоже является невосполнимым если его потерять последние два вопроса представь себе что может быть сегодня вечером или завтра утром проснувшись ты встречаешься с богом самый первый вопрос который бы ты задал ему почему так долго почему так долго да и последний книги откровения мы читаем что бог подарит нам новый город иерусалим где будет 12 ворот через какие ворота ты мог бы войти туда я предпочитаю жизнь за городом не очень нравится сельская местность это понятно да но мы понимаем что это не столько для того чтобы там жить а цель другая ну наверное исходя из моей целенаправленности жизни это наверно рота коленолевия коленолевия да я хочу поблагодарить тебя за то что ты нашел время пообщаться с нами я думаю людям будет интересно узнать тебя с такой стороны твоим теперешним сотрудникам и бывшим сотрудникам и я надеюсь что твои ответы ну не столько твой авторитет поднимут а сколько помогут людям глубже и шире и лучше познать бога и это самое главное очень хотелось бы чтобы именно эта цель была достигнута спасибо спасибо большое спасибо за ваше служение